Перамовы замес судового посаджения. 1 липня 2020 года уступят усилу изменения законодательства в сфере медиации. Они будут унесены в 5 кодексов Республики Беларусь, в том лику кодекса об шлюбе и семье. Ознайомец гомельских медиаторов с новыми инструментами работы приехали столичные специалисты. Они провели научный семинар, в рамках которого распавели все переводы и мягчимые шляхи выкорыстания на практике будущих нового ведения. Украине институт медиации яснуе уже 10 годов. Долгий час все концентровалось в столице. Однако лидерально несколько лет тому регионы начали включаться в справу. Гомельскую область в этом плане даже называются «передовой». Есть медиаторы, которые имеют свидетельство, медиаторы Министерства юстиции, которые готовы работать. И в вашей области их наибольшее количество. Нас это очень радует. И, конечно же, мы будем всячески оказывать всю поддержку и методологическую, и организационную, для того, чтобы в вашей области она вышла на тот же уровень, какой уровень сейчас есть в городе Минске. Медиаторы сегодня все больше привабливают с прочальников. Бо уголовное адрознение ее от суда у предмете обмеркования. Говорка идея не о правовых позициях боков, а о праворианты выражения конфликту, якие задоволять усих. Если в суде решают вопрос на уровне норм законодательства, то здесь стороны могут выбрать порядок разрешения такого спора. То есть медиация – это будущее в регулировании споров и разрешении каких-то вопросов. Еще больше уверенности в этом надаются будучи изменения в законодательстве страны. Их полновартостными правоприменителями станут миновиты медиаторы. Нововведения закаранутся в бизнес-сферу. Когда сегодня до подачи в суд исковой заявы предпринимательники должны обменяться претензиями, то в будущем у гражданский кодекс вводится альтернатива. Вместо претензийной вытворчивости можно будет использовать медиацию. Экономичный суд зараз мае право отправить справу у примирительную процедуру, а с 1 лепеня з'явится вариант на керование ее у несудебную медиацию. У ЗАГСах краины таксама будуть пропонувать махчимости урегулирования семейных спричек при допомозе медиаторов. В кодексе о браке и семье будет много раз указано на возможность медиации в самых разных правоотношениях, спорах и о детях, и о алиментах. Это подчеркивается возможность вне судебного урегулирования спора. В этом же законе будет возможно соглашение о детях, достигнутое в медиации, утверждать у нотариуса. Сегодня это компетенция только суда. Плюс до того, з'является экономичный стимул не доводить справу до судового процессу. Простей и выгодней будет вырошить конфликт с применением медиации. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадо, компания «Огомель».